Доброе утро, коллеги! Благодарю за такое лестное представление, что без морфолога нет онколога. Наверное, это правда. Сегодня у нас довольно большой спектр вопросов, которые я постараюсь изложить за коротенькое время. Спектр вопросов такой. За последние несколько лет произошло очень много глобальных изменений в морфологических подходах к изучению рака молочной железы. И первое, на чём я бы хотела остановиться, это цитологическое исследование и окагамская система оценки образования молочной железы, 2018 год. Новая классификация ВОЗ образования молочной железы, это пятое издание Blue Book, была анонсирована в октябре прошлого года, печатная книжка вышла в январе этого года. Отдельно я бы хотела остановиться на анатомическом и прогностическом стадировании IGCC-8, это 2016 год, тоже такое глобальное изменение. И последнее, в январе 2020 года было анонсировано изменение в интерпретации ИГХ статуса эстрогенов и прогестеронов. И в 2017 году АСКОКАП немножко раньше анонсировал изменения при интерпретации фиш-статуса HER2. Итак, начнём с цитологии последовательно. Мы знаем, что есть такой тройной тест. Он чаще применяется в условиях скрининга, реже применяется в условиях специализированных онкологических учреждений. Тем не менее, мы должны знать, почему. Потому что это стандартизованный цитологический подход, и цитологический метод является более дешёвым методом, и он легче должен подвергаться стандартизации. Что такое тройной тест? Это соединение трёх методов исследования молочной железы любых образований. Это пальпация, маммография и цитология. Когда у нас есть три буковки М, диагноз злокачественного образования и вероятность ошибки составляет менее 1%. Если три буковки Б, то есть в результате пальпации, маммографии и цитологического исследования у нас выявляется Бенай, доброкачественная патология, то 98% вероятность того, что опухоль является доброкачественной. Имея в виду социально-экономические последствия диагностики рака молочной железы и распространённости этого заболевания, прежде всего, большое значение придаётся именно цитологическому, как первому этапу при исследовании, образовании молочной железы. Не идёт только о раке. И в 2018 году была предложена Международная академия цитологии создать систему оценки цитологического исследования аспирато-тонкоигольной биопсии. Для чего? Почему это происходит? Потому что резко увеличивается число дополнительных прогностических тестов с использованием цитологических мазков. Необходима стандартизация и структуризация цитологического исследования. И необходимо улучшение качества цитологической диагностики в целом в мире. Что они постановили? Самое главное, тут большой слайд, то, что цитологическое заключение должно быть развернутым и по структуре напоминать гистологическое заключение, которое содержит клинически важную информацию. И предлагается структурировать их заключение цитологическое на 5 групп. С1, С2, С3 – это доброкачественные или подозрительные образования. С5 – однозначный рак. И одна из таких дефиниций категории С3, С4 и С5 являются прямым показанием для выполнения коробиопсии. С1 и С2 – не надо ничего делать. Цитологический диагноз вполне себе достаточен. По поводу новой классификации ВОЗ у нас будет или сейчас идет уже параллельная сессия морфологическая, и там более подробно разбираются вот эти пункты. Хочу сказать для клиницистов, что очень сильно сократилась классификация. Почему? Потому что были из классификации изъяты редкие или маловоспроизводимые виды карцином, которые сейчас просто не имеют большого смысла, ни клинического, они маловоспроизводимы. Ну, в общем, клиницисты должны знать, что у нас поменялась классификация. Что касается прогностической и анатомической стадии. Это очень важный вопрос, который вот слева старое стадирование, анатомическое, и справа более сложное с использованием разноцветных зон. Это стадирование, которое предполагает стратификацию опухолей не только по протяженности, но и с использованием эстрогенового прогестированного HER2 статуса. Таким образом, вы видите, что часть опухолей, которые были трижды негативные, они меняют свою стадию, например, с 1А в 1Б и так дальше по всем градациям. Вы видите, что имеет значение GRADE и эстроген прогестерон HER2 статус для прогностического стадирования. И это то новое, что внедряет IGCC с 2016 года. Я думаю, что переход или трансформация из одной стадии клинической в другую, в зависимости от степени злокачественности и эстроген прогестерон HER2 статуса, имеет значительное, большое значение. И переходим к патологоантомическому исследованию. Мы должны понимать, мы морфологи, что наше исследование гистологическое, иммуногистохимическое, малиникулигарно-генетическое, оно выполняется не с целью академического интереса, узнать, что там есть, а оно выполняется с целью определения клинических прогностических групп и отбора на терапию. Поэтому мы каждый раз, исследуя рак молочной железы, должны иметь в виду, что наше каждое слово в заключении имеет последствия клинические в виде назначения одного, второго или третьего вида терапии. Поэтому крайне внимательно нужно каждый раз исследовать материал. При отсутствии карциномы, например, в биопсийном материале, есть направление, в котором четко говорится, что у нас рак. В биопсийном материале мы не видим рака инвазивного, но мы должны описать все выявленные изменения в ткани молочной железы и попытаться объяснить, почему у нас дискордантный результат. В отношении срочных, интероперационных, зная, какое значение придается нашему заключению, наверное, не всегда показано интероперационное гистологическое исследование узлового образования менее одного сантиметра. Почему? Потому что велика вероятность заблудиться, а при подтвержденном раке велика вероятность просто потери материала для определения дальнейших исследований, гормональный и HER2-статус. По поводу интероперационных исследований сигнальных лимфатических узлов и краев резекции то же самое. Очень высока вероятность ложнонегативных или ложнопозитивных результатов. Поэтому вариант использования цитологического метода исследования или предварительной тонкоигольной биопсии лимфатического узла является более быстрым и относительно достоверным методом оценки. И, конечно, сочетание обоих методов интероперационного исследования повышает диагностическую надежность. Что мы должны отразить в гистологическом исследовании? Хочу подчеркнуть, как биопсийного, так и операционного материала должны быть указаны гистологический вариант и степень злокачественности опухоли. В операционном материале мы говорим о гистологическом варианте с кодом по МКБ, зная, что у нас поменялась классификация. Степень злокачественности, наибольший размер опухоли, расстояние до ближайшего края, состояние краев резекции. И при мультифокальном росте указываем количество, размер и градацию всех опухолей, всех маленьких узлов или больших. Отдельно про лимфатические узлы. Необходимо отмечать, потому что статус лимфатического узла имеет большее значение, чем статус опухоли, потому что первичную опухоль мы удаляем, если есть метастазы, то они остаются. Поэтому необходимо по поводу лимфатических узлов указывать количество исследованных, количество пораженных и наличие и отсутствие экстракапсулярного распространения. Необходимо помнить о том, что патологиномическая стадия рака в категориях ПТ и ПН обозначается отдельно. Особенно это касается случаев после неодювантной терапии. Да, шкала РСБ хороша, но если у нас, например, нет материала акселярной диссекции, то мы не сможем с вами оценить степень регресса по шкале РСБ. При полном регрессе нужно отмечать гистологические признаки ложеопухоли. И по поводу лимфатических узлов мы отмечаем, как количество лимфатических узлов, сколько из них метастатических, и отмечаем наличие признаков регресса, количество лимфатических узлов без метастазов с признаками регресса и без признаков регресса. То есть становится очень такая развернутая характеристика статуса лимфатического узла. И, конечно, невозможно провести исследование снижения стадии, если мы не градируем в категориях YPT, ограничиваясь только статусом RCB. Поэтому YPN необходимо отмечать в заключении по тем правилам, которые есть. И очень важная история о изменении в рекомендациях по тестированию статуса рецепторов эстрогенов и прогестерона. ASCOCAP говорит о том, что мы исследуем этот статус для определения и отбора пациентов на эндокринную терапию. Поэтому это не является точкой зрения академического интереса. Нет. И наши методы исследования должны быть четко проконтролированы. Что мы делаем? В каждом вновь диагностированном случае инвазивного рака – это биопсия или операционный материал, или первичная опухоль, или ее метастаз. Преследуя цель отбора пациентов для эндокринной терапии, мы определяем статус гормональных рецепторов ИХЕР-2 внутри протоков, DCIS. Тестируем только на эстрогены и прогестероны. Если у нас имеется остаточная опухоль после неодевантной терапии, мы должны протестировать эту опухоль заново, потому что у нас может быть смена фенотипа. Точно так же при выявлении метастатического лимфатического узла необходимо провести сравнительный анализ между первичной опухолью и метастатической. Вопрос, если через 10 лет у пациентки рецидив или прогрессия, нужно ли возвращаться к материалу первой опухоли, 10-летней давности, или нужно смотреть то, что есть сейчас? Безусловно, нужно смотреть то, что есть сейчас и попытаться сравнить с тем, что было тогда 10 лет назад. Уровень экспрессии эстрогенов мы оцениваем по АЛРЭД. И вот эта табличка, она очень важная, потому что мы говорим о создании такого чек-листа внутреннего контроля качества. Первое. Мы обозначаем, что образец адекватен для тестирования. И отдельно отмечаем наличие и отсутствие внешнего и внутреннего контроля на гистологических препаратах. Отдельно отмечается преаналитическая вариабельность, то есть время фиксации должно быть задокументировано. Шаг второй. Мы оцениваем процент окрашенных клеток и их интенсивность. Если этот процент превышает 10%, то есть 3 балла по АЛРЭД, мы говорим, что эстрогеновый статус позитивный и проверяем конкордантность результатов тестирования с гистологическим типом опухоли. Это очень важный пункт. Если у нас окрашено меньше 10% опухолевых клеток, мы должны проверить соблюдение стандартных рабочих процедур. Если окрашено менее 10%, говорим, что статус негативный. Но вот эта серая группа от 1 до 10% мы должны сказать почему. С дополнительным комментарием о наличии их состояния внешнего и внутреннего контроля. Это очень важное дополнение, которого не было раньше. Поэтому клиницисты, видя, например, инвазивную карциному низкой степени злокачественности с эстроген-негативным статусом, они должны быть насторожены и, может быть, попросить пересмотреть или перепроверить. Либо мы видим метапластический рак любого типа, эстроген позитивный, то же самое. То есть НССН в феврале 2020 года отдельно обращает внимание клиницистов на то, что нужно читать заключение морфологическое и диагноз, а не только смотреть в то, что написано в статусе эстрогенов и прогестеронов. ХЕР-2 0,1,2,3 Если у нас положительный статус ХЕР-2 в карциноме низкой степени злокачественности, необходимо пересмотреть гистологические препараты на предмет адекватности определения карцинома. Потому что это, если и бывает, то редко. Поэтому необходимо еще раз пересмотреть и перепроверить. Если у нас ХЕР-2 на два креста, мы используем, так сказать, уточнение для определения амплификации гена ХЕР-2 методом ФИШ, гибридизации ин-ситу. И в 2017 году АСКАКАФ рекомендовала выделять не вот как мы раньше выделяли амплифицирован и не амплифицирован, а выделять пять групп, которые базируются на определении среднего числа сигналов с гена и соотношении центромерных участков и копии гена. Поэтому, если мы ведем речь о том, что мы локально в каждой клетке определяем количество сигналов, то не может быть заключения по ФИШ-исследованию амплифицированного больше 30% клеток. В заключении всегда должны быть цифры, которые говорят о количестве сигналов, о среднем числе сигналов с центромерных участков из гена, их соотношении, и из этого выходит группа для стратификации, да, группа с низкой экспрессией, или с низкой амплификацией группа 2. При определении статуса необходимо сопоставление с результатом ИГХ-исследования. Если он больше похож на тройку, мы говорим, что статус позитивный. Группа 4, статус неопределенный, самая такая некрасивая группа. Есть статус и по ФИШу, статус неопределенный. Так бывает. Отдельно хочу сказать по поводу ЭКИ-67. Хороший маркер, который имеет низкую воспроизводимость. ЭКИ-67 и индекс его не должен служить критерием, на основании которого определяется прогностическая группа. Да? Здесь, вот в этой таблице, IGCC-8, нет КИ-67. Да, то есть КИ-67 не влияет на определение прогностической группы. Назад. Как сделать назад? Последний слайд или предпоследний? Вот. Но этот маркер может быть полезен при комплексной оценке адекватности материала, его фиксации и адекватности определения степени злокачественности опухоли. То есть не бывает ГРЭЙТ-1 степень злокачественности и КИ-67 80-90%. То есть этого не бывает в априори. Поэтому клиницисты, вы должны смотреть не только на цифры КИ-67, но и то, что было написано впереди. Тубулярный рак не бывает КИ-67 больше, там, даже 20. И молекулярный подтип, отдельно хочу сказать, что молекулярный подтип опухоли определяется только по результатам молекулярно-генетического тестирования. Определение суррогатной панели не даёт право патологоанатому в заключении оценивать молекулярный подтип. Я прошу обратить на это внимание и клиницистов, и не просить с нас сделать то, что мы не можем сделать, а именно выставить молекулярный подтип. И не брать на себя слишком много, потому что дефиниция определения таково, что молекулярно-генетическое тестирование может определить молекулярный подтип, а иммуногистохимическое тестирование может определить прогностическую группу. Всё, благодарю за внимание. Спасибо.